Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рындачка, Рыба, Мой Талисман. Друзья, сегодня я хочу показать фильм, приманочка, балансир своими руками. Как будем делать? Есть такая коробочка, я уже в предыдущих фильмах показывал, тоже делал с ней приманочки, только делал, значит, я не рекламирую ничего, это просто аксессуары для рыбалки. Вот есть такая защелочка для груза, мы с этой вот крайней делали приманочку в прошлый раз на Охуне, а сегодня и на Охуне там ням-ням я делал, а сегодня мы делаем другую приманочку, будем делать балансирчик с вот этой второй половинкой. Как я это буду делать? Показываю. Ножичек возьмем, зачистим здесь с края. Здесь такая трубочка идет, она сквозная идет, вот эта вот. Мы через нее пропускать сейчас будем проволочку. Напечим проволочку, я подготовил уже, вот видите, проволочку согнул, намотал, у меня есть такой вот люрец, я уже показывал в предыдущих фильмах. Вот сейчас немножко еще добавлю пуска, потому что я считаю, что здесь его еще мало, сейчас чуть-чуть, чуть-чуть возьмем, возьмем со мной, я покажу, как это делать, чтобы потом сделаю это все быстро, без станочка. Разный беру синий, желтый, красный по одному. Складываю вместе их, и на два пальца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оботал все. Потом беру вот этим крючком, который здесь, и цепляю. Вот так получается, видите? О, зацепил нахрещу. Теперь пропускаю в эту дырочку проволочку. О, видите, пропустил, и затянуть. Дело в том, что, да, что я хотел сказать, вот эта проволочка согнутая, она будет упираться, когда вы засовываете вот сюда, в этот бордюрчик. на этой приманочке. Вот, видите, вот сюда, когда вы дотянете, и она дальше не пойдет. Вот этот вот угол упрется в этот, и дальше она не пойдет и будет стоять. Поэтому хочу заострить ваше внимание, такая мелочь, но чтобы вы знали. О, берем паскупцию, затягиваем. О, вот она зашла и уперлась, видите? Дальше она не пойдет, потому что она тут, ну, я показал, что она упирается. Все, дальше она никак не идет. Так, обрезаем здесь лишний люрекс. Кусачка. Ну, хвостик я себе такую сделаю, в общем, длинный. О, видите, у нас получился пушок такой вот. Теперь, что сюда. Ставим двойничок. Вот здесь такая клипсочка есть, видите? Вот она. Она сжимается, сейчас я покажу. Вот она сжимается, видите, клипса такая на ней. Вот под эту клипсу мы ставим, я ставлю длинный двойничок судаковый. Вот такой японский комассацию, я не знаю, как-то они там называются. Все эти японцы, они там, у них такие названия, что язык можно сломать. Вот так, под клипсу. И получается, что это клипса. О, сейчас я выставлю, покажу. Вот, видите, клипса будет прижимать. О, сейчас я выставлю правильно, чтобы показать правильно. О, вот я дверь пристает. Смотрите, вот этот двойник, он упирается в эту стеночку, а клипса сверху как раз в отверстие прижимает его. Она попадает в это колечко и прижимает его к трубочке. И теперь она стоит ровненько, видите. Вот так, если показать даже. Вот так. Вот она стоит ровно. Что мы теперь делаем? Теперь надо закрепить клипсу эту страничком. Соответственно, надо ее как закреплять будем? Ниточкой. Вот она у нас уже стоит. Никаких приборчиков, ничего, все делаем руками. Беру нитку капроновую красную. Ну, у меня красная, у вас может быть черная. Не знаю, какой цвет у вас будет. А вот крепкую надо только нитку врать. И оборачиваю. Оборачиваю вот только до колечка. Можете и сверху, в зависимости от того, как вам удобно. Но оно, чтобы не слетало пока. Сначала начинать до колечка. Вот так. Плотненько друг к дружке. Ниточку приматываем. Сейчас, секундочку, братья. Не хочу. Так. Тут у нас люрекс. Он надо оттягивать, чтобы он не попал в нитку. Вот. И назад пошли. Плотненько, ну, к одной, чтобы просвета не было. Я оборачиваю два раза. Можете оборачивать два-три раза, сколько вы считаете на прочность. Мне достаточно, потому что у меня на водоеме судаков огромных нету. Вот. У окуня тоже там такого сумасшедшего крупного нету. А эта снасть до 5 килограмм выдержит свободно. Поэтому я не переживаю. Мне этого достаточно. Намотки этой. Так. Размотаем. Так. Намотали. До конца доматываем. И завязываем. Узлы сами держите, какие хотите. Потому что все равно проклеивать. Поэтому я беру, вяжу простым узлом. Клей будет все равно склеивать ее. В руль особо не сыграет. Но затянуть нитку, конечно, надо правильно. О! Затянули. У нас получается, видите как. Все затянуто, все красиво, все нормально. Так. Обрезаем. Обрезали. Выровняли. Посмотрели. Клей. Берем клей. Я беру суперклей. Секундный. Я не рекомендую. Просто говорю, быстро заклеить. Вот такой клей. Сверху вниз клеим. Чтобы на люлекс не попадал клей. Чтобы он не поклеил нам мушку. Вот так. Сверху вниз. Мушка остается вверху. Если мы с обратной стороны будем, тогда заклеится мушка. Поэтому тоже надо на эту мелочь обратить внимание, когда будете делать. Так. Клеим поклеили. Какая ситуация дальше? Дальше есть такой вот груз. Оливка. Оно двуграммовое. Я в предыдущих фильмах показывал. Она вот так вот. Если ее соединить, она будет вот такой формы. Сейчас. Секундочку. Попробуем. Я разрезал ее пополам. Она вот так. Если соединить, будет вместе. Она такая. Двуграммовая. Вот так. О. Я ее разрезал пополам. Одел на шило. Я ножичком пропилил ее. Вот такой шило одел. Груз. И потом ножиком посередине разрезал. И заусенцы проснимал. Первый груз ставлю сюда. Носиком. Вот видите, носиком только ставлю. О. Видите, вот этот носик, он идет туда в тумбочку. Клей не высох еще. Так. Сейчас, секундочку, подсохнет. Что-то много я его ломану, наверное. Так, не проходит. Надо чуть-чуть спилить. Чуть-чуть спилить. Либо наждачкой. Что-то у меня хорошо зашел. А это что-то не заходит. Надо больше взрослых сердцев подбирать. Тут уже я не рассчитал. Извините, друзья. Сейчас по-другому даже сделаем. Если он не зайдет, мы его плоскоупсами подойдем. Так. И заходит плоскоупсами подровняем. Вот сейчас. Чуть-чуть сделаем его уже. Вот так. И зайдет как себе домой. О, видите, разошел. Проталкиваем его дальше. О, затолкали его туда в конец. Груз в самый конец вот сюда вот. Затолкали. Теперь делаем... Нам нужна колечка, за которой сверху будет у нас сцепляться леска. Поэтому мы делаем посередине кольцо. Отвески. Берем нож. Отмечаем посередине разметку. Вот здесь такая... У меня есть такой пупырышек на всех этих фишках. И прямо за этим пупырышком сразу срезаем. За этой горочкой такая своего рода. Ну, я срезаю. Потом... Она у меня как метка получается. Вот внутри я сделаю. Потом беру шиво и проталкиваю. Прокалываю. Посередине. Видите, вот шиво вышло. Видите? Шиво вышло. Так. Что нам необходимо? Нам необходимо теперь вторую делать петлю. Берем петлю, проволочку. Проволочку. И делаем петлю. Нет. Сначала мы ее пропускаем леску... Эту проволочку пропускаем. в колечко. Потому что если мы сделаем петлю, мы ее не пропустим. Вот здесь. А вот теперь делаем... колечко наше небольшое. Заводим. Закручиваем. А нам много не надо. Два раза прокрутить. Этого достаточно, потому что... Никакая рыба нам не вырвет это кольцо. Проволка с нержавейки. Два кольца достаточно. Вишни откусываем. Так. Так. Пропустили. Поправили. О! Так. Теперь что мы делаем. Мы колечко сделали. Когда пропустили. Вы видите, вот мы проволочку пропустили. Вот ее колечко сделали. Теперь в это колечко вставляем тот вот откусанный проволочек, та, которая у нас была. О! Вот так вставляем. И одеваем ее, затягиваем. Вот так вставляем ее. Так. Должно быть здесь выгнут, а там ровно. Ну вот, видите, проволочку я одел на эту проволочку. Вот она, видите. Получается, что это наше колечко, которое мы делали. Оно находится на центральной проволочке. Вот, на этой. Его теперь уже не вырвешь, потому что оно на этой проволоке. Так. Ну что, теперь здесь делаем колечко сверху. Подкусываем здесь. Ну сколько тут надо нам для колечка? Ну вот так, если откусим, если что, потом личное будет. Откусим. Так, здесь выравниваем. Так, друзья. Теперь вот здесь делаем кольцо. 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 Карпус. Та. Кольцо. 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 Незонно. вылазил карабинчик аккуратно только заебайте потому что у вас не забывайте двойник находится на крючке чтобы не было никаких травм делайте не спеша я немножко тут зарублюсь чтобы показать вам быстрее два виточка хватает обычно много не наматывайте проволоки вокруг потому что она хорошая она выдержит крупную рыбу свободно так лишнее сейчас так это выровняем сейчас лишний отпустим так это выровняем выравниваем получилось получилось так как и должно быть так а теперь смотрю колечко смотрит между двойничком да смотрит чуть-чуть надо подровнять вот я смотрю чтобы колечко было смотрела между двумя крючками посередине он находится между двумя крючками так теперь что мы делаем здесь здесь ставим второй груз вот который мы ставили у нас мы тут ту половинку загнали до кольца то есть у нас получается такая половинка свинца до кольца вот здесь находится в этой а теперь эту половинку нам загнать надо сюда не подходит значит мы опять так же само таким же макаром немножко плоскоупцами по углам расплющим сделаем ее такую длинненькую чуть-чуть чтобы она свободно проходила свинец мягкий с ним легко работать видите залезла головка свинца залезла уже сюда трубочку и теперь у нас вариант номер два делаем то есть вариант балансир я делаю один это когда только сверху я делаю сегодня универсальный для того чтобы можно было ловить с двух сторон и так и так сейчас покажу сделать петелечку сейчас мы делаем петлю заканчиваем делать балансир так где-то он выходит у нас в общей сложности сам вес балансира до 5 грамм чем удобно вот это небольшой вес на небольших глубинах сейчас я покажу так тоже больше двух оборотов я не вижу необходимости но здесь можно немножко проволочку накрутить за счет баланса если носик будет заходить значит мы тогда отрежем немножко проволочки если будет не доходить то есть контроля контролировать как вам удобно на каком расстоянии носик был приподнят опущен то есть как вы хотите чтобы он был но это конечно не такой балансир который будет возвращаться он конечно и может возвращаться но сразу хочу предупредить это приманочка немножко другого типа а вот и поэтому она чуть-чуть будет по-другому так вот мы сделали с вами будем говорить балансирчик петелька для карабинчика у нас есть смотрим как у нас получается получается что груз здесь больше отгружен и он такого типа типа мормышки будет как бы идти нам это не очень подходит значит нам надо либо добавлять сюда свинец на клею чтобы выровнять его либо значит оставлять его если мы будем ловить ответ на тесным блеснением тогда это будет лучше но я считаю что надо сделать универсальное поэтому лучше мы его отгрузим здесь еще снизу и посмотрим что будет дальше у нас как отгружать снизу я вам сейчас покажу так берем кусочек свинца сейчас какой лучше надо еще посмотреть как будет так это много это много это померим вот видите ровненько а теперь мы этот кусочек свинца его и добавим как мы будем добавлять очень просто берем плоскогубцы делаем с него лепешечку чуть-чуть придавим вот так немножко так сейчас секундочку у меня есть пистолет мы сейчас делаем посмотрим как оно будет смотреться капли флее и вот-таки вот так отлично так он показывает чуть чуть выше чуть-чуть выше пока еще горячий чуть-чуть ближе к носику ну вот это я думаю будет нормально да мы еще немножко и клей еще положим на нос ну вот мы заклеили уже я заклеил ее чем хорошо еще силиконы с этой девочки приманочку что вот простыми кусачками видите можно ее поскупать так немножко обработать как вам удобно она очень хорошо режется этот силикончик то есть какие-то заусенчики по убирать вот поставались там чуть-чуть где-то висит что-то лишний раз раз по убирал аккуратненько мягкий очень удобно практично и вот у нас получилась вот такая приманочка видите здесь опушка наш двойничок я подвесил грузик залил силикончиком берем крючочек двойник вводим в эту клипсу который у нас в низу вот чем удобно и разворачиваем так чтобы я сейчас покажу чтобы у нас двойник смотрел противоположную сторону этот смотрит в эту справа а этот нижний смотрит влево и у нас получится с любой стороны рыбку мы цепляем соответственно вот берем шильцы проверяем смотрим вот видите стоит ровненько мало того что мы можем так ловить если вы хотите ловить в отвес значит надо тогда развернуть двойничок сейчас я покажу как в обратную сторону и соответственно можно ловить если вы хотите сразу двойник повесить и ловить в отвес и так чтобы не представлять сам крючок сейчас секундочку чтобы он смотрел так нам надо идти вот так то мы делаем потом вот так отвес ловим цепляем с этой стороны и ловим в отвес как блесной точно так хорошая игра получается что для этого дальше мы делаем до этого нам осталось поклеить глазки и покрасить глазки я уже приготовил пистолет готова и делаем быстро два глазка ставим камушки вот у меня есть такие камушки показываю видите такие камушки не продаются но вкладываем два камушка делаем капельку выставляем так чтобы было ровно значит вот с этой стороны вот так я ставлю чуть-чуть пистолет в сторону камушек уже на пальчик и так снизу прижимаю смочил пальчик подвечкой и чуть-чуть медленно надо чтобы он не ушел в сторону силикончик загнать его загнали видите так же самое и второй делаем капельку выравниваем смотрим нога где-то здесь получается тоже капельку поставили пока не высохло вот так снизу палец мочили отлично и теперь покрасили поставим пистолет он постоял вак берем и просим наш соликончик очень легко краситься удобно лак у меня такой хороший быстро высыхает будет у нас красного цвета но темного лучше как говорится всегда он темный красный там черный какой у у вас там есть любого цвета можете красить я прошу или красным или черным красный вак и и и и и так ну что и вот у нас и получился глазик видите вот у нашей прямо ночка закрашенная вот можно вот так валить его такими способом брать карабинчиком либо так в ответ можно пробовать также сама на будет работать так как будет играть то То есть надо все пробовать. Вот такой балансирчик, который я сделал сам. У меня еще есть вот такие два балансирчика. Я поставил, видите, один тройничок здесь раньше делал, показываю. И вот такой еще тоже один у меня тоже раньше я делал, поэтому показываю один, сделаю на ваших глазах. Вот немножко большая пушка. Вот показываю тоже этот балансирчик положим. Сейчас, секундочку. Ну вот, друзья, все то, что я хотел сегодня показать, рассказать вам, как можно делать самому балансирчик из таких простых элементарных вещей. То есть каждого свой подход. У меня свой, я ни на что не претендую. Просто поделился с вами, может кому-то пригодится. Трофильной вам рыбалки. До следующих встреч. С вами был Содневекоркоробкин. Субтитры сделал DimaTorzok